Здравствуйте, мои дорогие! Скоро у нас с вами скорбящая луна. Это будет 27 ноября 2023 года. А еще такая луна называется бобровая. Потому что в этот момент бобры начинают уходить и закрываться, да, и уже прятаться, ну, так скажем, на зиму. Вот. То есть животные почему ведут себя так? Так они готовятся к холодам, строят плотины, вот, запасают еду и все, и больше, ну, некоторое время не выходят. На самом деле эта луна как будто бы является завершением. Ну, то есть зима наступает, да, заканчивается один период в году, начинается другой период. Вот. Многие эту луну называют морозной, а многие белой луной, вот, или снежной луной. Поэтому я могу так сказать, что это такая мистическая луна 27 ноября. И она последняя перед зимним солнцестоянием. И после этого уже будет холодная луна 27 декабря только полнолуния, да. И я считаю, что если мы сделаем расклад на вот это полнолуние 27 ноября, это вам очень поможет. Вот смотрите. Я предлагаю такой расклад, что остается в прошлом, что следует простить, что освещает для вас сияющая полная луна, и что будет дальше. То есть мы посмотрим, как повернет ваша судьба, да, ваша жизнь, какой сделает поворот во время скорбящей луны. И о чем лучше, чтобы вас предупредили высшие силы, или какие показали вам возможности, ну и ваше будущее, да. Гадать я буду на вот этом оракуле лунология. То есть это у меня есть колода на немецком, и есть на русском языке. Автор Ясмин Боланд. Вот. И я считаю, что это такой оракул лунный, который очень хорошо может помочь в данном раскладе, да, в раскладе на полнолуние. Так, первый камень у нас флюорит будет. Второй камень черный агат. Кстати, очень лунные камни, которые очень помогают в полнолунии. И вот такой лабрадорит третий будет. И так, значит. Так, не хочется стоять нормально, да. Первая карта покажет вас в момент того, как вы будете встречать полнолуние. То есть не сейчас, да, а в момент встречи с полнолунием. К 27 ноября ваша карта. Так, к 27 ноября. Кстати, эти карты иногда показывают ритуал определенный, который нужно сделать. Ну, то есть не то, что уж прям ритуал, а как лучше себя вести в определенной ситуации, да. Ну, или какую практику, может быть, сделать. И надеюсь, что все выбрали. А те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с первой позиции, да. Остальные я пока убираю в сторону. Итак. Первый у нас это флюорит. И первая карта вы перед встречей с полнолунием 27 ноября. Ваша карта «Фиксированная луна. Помните о мечте». Ну, конечно, эта карта показывает вашу некоторую боевую готовность перед полнолунием. Она вообще говорит о том, что нужно отстаивать свои позиции, в какой бы ситуации вы ни оказались. Но иногда что-то заходит в тупик по этой карте. И получается, что вы, допустим, могли бы хотеть поторопить события. И это тоже правильно. Вообще, это карта упрямства. То есть вы будете проявлять упрямство перед полнолунием. И это вам тоже необходимо. Но вот до конца упираться может быть нет смысла. Ну, то есть упрямство в здоровом смысле нормальное, да? Когда оно помогает нам там целей добиваться и всё. Но если мы уже, как говорится, делаем перебор, это плохо. Если вы видите, что цель не достигается или что вы не можете кого-то изменить, лучше оставьте это. Но при этом, вот смотрите, если вы видите, что вы своими способностями можете добиваться цели, идите до конца. Главное, не быть гордиком, да? То есть не быть таким вот человеком, который из принципа что-то делает, а не ради действительно каких-то высоких целей. Ну, с другой стороны, нужна, конечно, вера, терпение, настойчивость, да, в жизни. И вы, скорее всего, будете ну, всё это проявлять. И самое главное, вы захотите жить активно перед полнолунием. И вы будете избегать любой застоявшейся ситуации. То есть, если ситуация застаивается, вас это будет очень сильно раздражать, и вы будете всё равно действовать. Это хорошо. И если вы примерно понимаете, о чём я говорю, с вами это резонирует, давайте смотреть, значит, что следует простить, что остаётся в прошлом в полнолуние 27 ноября. Значит, новолуние, новолуние в Козероге, ваши труды приносят плоды. Сразу говорю, что на этих картах не гадают на фазы луны, потому что мы гадаем на полнолуние, да. Именно смотрим значение карты, то есть, ваши труды приносят плоды. Что это значит? Что вот у вас была какая-то цель в прошлом, вы долго к ней шли, и получается, вы чего-то добьётесь, оставите это в прошлом, получите свои плоды, да. И эту вот нынешнюю работу или вашу прошлую какую-то, да, вот деятельность, с помощью которой вы чего-то добивались, да, вы получите результат, и вы оставите эту деятельность. Вот, то есть, подведёте итог, и начнётся что-то новое. То есть, вообще, сама по себе, карта показывает начало нового, лучшего цикла в вашей жизни, да. И она говорит о том, что, да, вы отпустите эту деятельность, эту работу или вот вашу цель, которую вы и достигнете, да. На самом деле, даже карта может показывать новую стратегию, которую вы будете применять. Ну, допустим, с помощью старой стратегии вы добились чего хотели, получили результат. Но вы понимаете, что эта старая стратегия больше работать не будет после того, как вы это всё получили. Понимаете? Ну, не будет. И вы меняете эту стратегию. И вот ещё момент, что следует простить по этой карте. Есть такие люди, которые очень любят что бы то ни было сильно контролировать. Ну, контролировать даже иногда, вот есть педанты, они уборку любят контролировать и чистоту вещей, да. Ну, разные есть люди. Контролируют работу, контролируют жизнь. Есть в вашей жизни, может быть, какой-то человек или был, кто очень много чего контролировал или давил, да, на вас. Вот вам следует его простить в это полнолуние. Простить и отпустить раз и навсегда. Хорошо, теперь давайте посмотрим, а что будет освещать для вас сияющая полная луна. Что она будет освещать? Пора перевести дух. Ну, эта карта показывает, что луна вам осветит тот момент, что вы на своем месте, и это нормально. Вот в первую очередь, да. Сегодня, здесь и сейчас нужно ощутить себя тем, кто вы есть. И, соответственно, возможно, нужно будет поделиться с кем-то мудростью, опытом своим. То есть, кого-то чему-то научить, но при этом расслабиться, отдохнуть, да, не сильно о чем-то беспокоиться. То есть, был всплеск энергии. Но он уходит, да, пик ситуации уходит. И брать, ну, может быть, срочно что-то делать, кипишевать не всегда стоит, да. Вы и так начинаете что-то новое. Расслабьтесь, вы делаете все, что можете. Вот об этом говорит карта. И, соответственно, вы отпускаете ту цель, да, которую вы достигали, вы ее достигли, вы ее отпустили. Думайте о новом, планируйте, что-то делать, начинаете, делаете, да. Но у вас не время для того, чтобы вот прям очень сильно кипишевать. и луна, она освещает вам этот момент, да. То есть она говорит о том, что у тебя в жизни произошло слишком много, много суеты какой-то, да. И тебе нужно просто войти вот в ту стадию небольшого какого-то отдыха или передышки, собраться с силами и двигаться к новому, интересному, загадочному, захватывающему, может быть, какому-то приключению, новой деятельности, новым даже отношениям. Вот. Причем еще и насладиться теми плодами, которые ты получил, да. То есть об этом речь. И вот давайте посмотрим, а что будет дальше, да, а что будет дальше. А дальше у нас смирение, перед Божественным. Вот, кстати, полнолуние самой выпало, да. И карта говорит, что в будущем вы получите все нужные ответы на ваши вопросы. Скоро сбывается ваше желание. Вы запаслись энергиями, да, и дальше у вас настает решительный момент. Конечно, может быть такое, что люди окружающие станут более агрессивные, но вам нужно сохранять спокойствие в будущем. И если вдруг на кого-то обижались, обязательно простите, как я вам говорила, да, высвободите всю отрицательную энергию. И когда вы идете вперед, то, конечно, вы осознаете, что прошлое прошло, назад дороги нет, да, и новое будущее уже пришло, и вам нужно осуществлять свои цели в этом новом будущем. То есть оглядываться назад даже нет времени и смысла, понимаете. и самое главное, что действительно у вас начнут исполняться желания. Просто научитесь балансировать. Когда вы настаиваете на чём-то, вы должны понимать из принципа это или нет. И когда вы отдыхаете, чтобы пауза не затягивалась, да, и научитесь, когда начинаете новое, планировать это новое. Где-то постелить себе соломки, да, где-то подстраховаться. И ваше желание действительно, вот эта карта, она показывает, что желания исполнятся все. Вы сможете действительно войти в этот жизненный поворот, и всё у вас сбудется, то, что вы хотите для себя. Ну, вот такая вот интересная первая позиция. Вот что принесёт вам бобровая луна, да. Мы идём ко второй позиции, чёрный агат, скорбящая луна, бобровая луна, 27 ноября 23 года. Что принесёт полнолуние, на что обратить внимание расклада. А первая карта, вот как вы с какими энергиями будете к этому полнолунию подходить. то есть перед самым полнолунием что будет с вами. тут у нас результат будет взаимовыгодным. То есть перед самым полнолунием вы как будто бы на кого-то даже кто может быть вам не нравился. Посмотрите глазами любви и это изменит вашу точку зрения об этом человеке. Вот у вас прямо было уже устоявшееся мнение о ком-то, а вы его начнёте менять перед полнолунием. И возможно даже решите что-то с этим человеком. Также карта показывает что может быть вы решите заняться своей внешностью, одеждой и вы поймёте что если что-то само отваливается удерживать не надо но если общие цели ещё остались нужно менять мнение о человеке. Также карта показывает сотрудничество к которому вы будете стремиться перед полнолунием может быть даже с кем-то вы заключите какие-нибудь контракты важные для вас особенно по работе но это могут быть и союзы в любви почему бы и нет вот хорошо давайте посмотрим значит что остаётся в прошлом что следует простить для начала да что в полнолунии остаётся в прошлом что следует простить ага ну вот накал страстей об этом и говорит карта да что следует оставить в прошлом этот накал страстей то есть следует в прошлом оставить свои какие-то яркие но негативные эмоции свою как сказать может быть у вас был взрывной характер или вспыльчивость да появлялась это вам нужно будет после полнолуния оставить в прошлом и более того вы ждали развития какой-то ситуации так вот вы добьётесь успеха в этой ситуации а сама ситуация останется в прошлом такое ощущение что вы даже не ожидали что этот вопрос решится и отпадёт да но вас ждёт реально что-то интересное карта показывает что может быть вам нужно будет простить человека который вышел из себя который наговорил вам всего-всего что только можно было наговорить и вам нужно будет после полнолуния или во время полнолуния простить этого человека хорошо что освещает для вас сияющая полная луна 27 ноября скоро всё разрешится но об этом речь то что она светит вам правду что скоро всё разрешится ваши проблемы начнут разрешаться вы близки к успеху уже сегодня и сейчас а в тот момент вы скорее всего добьётесь этого успеха и дальше конечно будете пожинать плоды то есть ваши проблемы будут просто уходить и вы будете радоваться этому потому что вы наконец-то избавились от чего-то плохого в жизни да мне нравится эта карта она такая мистическая она показывает то что может происходить ну что-то такое невероятное в жизни опять же да что-то неожиданное то что вы не думали что может произойти для вас во-первых подарки какие-то судьбы во-вторых да а в-третьих вообще эта карта она настолько нестандартная она показывает что свет полной луны осветит вам да вот что-то вот может быть человека необычного может быть осветит вам перспективы какие-то заманчивые необычные или чей-то нестандартный поступок вдруг вы увидите да перед собой или может быть вдруг вас куда-то позовут да вот что-то вот такое вот будет как сюрприз и самый интересный еще момент что жизнь научит вас перестать контролировать все вокруг себя то есть эта карта она показывает скоро все разрешится но как-то само без вашего гиперконтроля да вы можете предпринимать действия чтобы все разрешилось там решились проблемы вы добились своих целей но без гиперконтроля без вот этой навязчивой привязанности да без перегрузки своими энергиями без как сказать форсирования событий да ладно теперь давайте посмотрим а что будет дальше что будет дальше о пора действовать ваше будущее будет наполнено действиями и вы будете делать все что только можете и этому радоваться вы даже составите план на год чтобы работать или что-то предпринимать целый год и возможно в вашей жизни появится новый человек но чаще всего именно мужского пола эта карта именно это предсказывает что появляются новые знакомые новый человек мужского пола если вы женщина и одинокая то скорее всего за год вы можете выйти за этого человека замуж если вы одинокий мужчина да то в принципе карта может предсказывать появление женщины в вашей жизни такой яркой интересной может быть даже со знаком зодиака овен но это не не может так прям у всех совпадать но сам факт что будут мистические события будут сюрпризы а потом еще и вы сами захотите активно действовать в жизни и будете действовать и всего добьетесь конечно ну вот такой интересный ответ по второй позиции а мы идем дальше с вами третьей позиции полнолуние 27 ноября скорбящая или бобровая луна что будет с вами перед этим полнолунием ничего из этого не выйдет холостая луна она говорит о том что вы будете в депрессии находиться вам будет казаться что шансы на что-то стремительно уменьшаются но это только иллюзия то есть вы впадете перед полнолунием в иллюзию и единственное что тут нужно сделать это сделать передышку помедитировать поразмышлять и подчиниться воле Бога все то есть если вы будете верить что вы получите все что нужно вы получите но вам будет казаться что все плохо вот допустим в отношениях все плохо или в каком-то деле все плохо или в решении проблемы то есть вы прям будете очень сильно перед полнолунием возможно вы подвержены влиянию полнолуния вы будете очень сильно переживать и нагнетать то есть есть такие люди на которых полнолуние очень сильно влияет вот это вы ну давайте посмотрим если вы себя узнаете что следует отпустить в полнолуние 27 ноября и простить отпустить и простить главное коммуникация да коммуникация ну вы знаете карта показывает что возможно простить какого-то очень общительного человека болтливого общительного или того кто слишком что-то не подумавший про вас сболтнул или даже сплетничал то есть нужно будет простить вот прям взять и от души простить этого человека да и есть еще момент что близнецы это знак дружбы а значит может быть нужно отпустить и простить кого-то из ваших друзей также карта показывает что если если вы кого-то любите то нужно рассказать о своих чувствах и отпустить человека простить и отпустить если вы даже думаете что вас в ответ не любят или любят но не предпринимают что-то так как надо да нужно рассказать и отпустить все эту ситуацию также сама по себе карта показывает очень много каких-то суетливых событий и может быть проходит этот этап да вот в жизни когда ваша суета достигла пика и закончилась то есть возможно вы выйдете из череды суетливых каких-то моментов в жизни так что будет вам освещать полная луна что она светит все еще может измениться говорит вам карта но действительно ведь мы должны понимать что у вас настроение да вы подвержены влиянию и вполне можете слишком нагнетать обстановку а ведь все еще может измениться к лучшему то есть там где вы отчаялись там где вы переживали на самом деле все еще меняется да и луна светит вам эти перспективы что все может измениться и что обстоятельства как сказать сами по себе могут складываться по другому да и как-то жизнь выведет вот из этой ситуации а вы думали что все пропало там да то есть вот в этом смысл этой карты но также сама по себе эта карта интересная конечно конечно же она может показывать что даже кто-то приедет решить приехать в гости и ну вы узнаете об этом что она освещает полная луна вы узнаете цели приезда карта показывает умение приспосабливаться поэтому вам нужно следить за тем чтобы не сбиться с пути но и приспосабливаться к текущим обстоятельствам не будьте рассеянными будьте сосредоточенными в полнолуние луна вам это четко покажет что рассеянность не на руку вам играет хорошо и посмотрим а что будет дальше что будет дальше ну дальше выпадает карта побольше любви да конечно это говорит о том что вашу жизнь идет большая волна любви и что вы наконец-то будете даже воспринимать всех окружающих совершенно иначе и ваша жизнь заиграет новыми красками да то есть вообще сама вся карта показывает что будут развиваться скорее всего ваши какие-то любовные отношения но также нужно будет подумать о том что главное не что вы знаете а кого вы знаете да вот то есть люди они важнее связи они важнее да ну будущее ваше радужное что-то нестандартное будет происходить такое необычное могут быть события сюрпризы в будущем карта показывает что может быть вы даже что-то интересное изобретете будет возможность улучшить свою судьбу свою карму принять благополучную карму вот но сама по себе эта карта больше всего показывает любовь отношения и выражение чувств с вашей стороны то есть если вы умеете себя выражать умеете говорить о чувствах вам всяко-разно ответят и у вас будут взаимные чувства взаимная любовь и отношения хорошие да с кем-то просто в любви нужно научиться отдавать не брать а отдавать в этом вся суть любви ну конечно еще это карта коммуникации то есть возможно заведутся новые знакомства интересные и часто карта показывает путешествия то есть возможно вы куда-то отправитесь съездить развеяться вот в этот лунный период ну вот такой интересный получился третий расклад всем спасибо за внимание жду что вы продолжите смотреть мой канал ставьте лайк этому видео подписывайтесь всем пока и до новых встреч до новых встреч в следующем Продолжение следует...